В этом году лето с первых дней уверенно вступило в свои права. И, несмотря на многочисленные дожди и грозы, солнце вновь припекает. А столбики термометров показывают отметку в 25-30 градусов. Высокая температура воздуха оказывает серьезное влияние на организм человека. Приводит к перегрузке всех систем и органов. Особенно страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и мочеводелительная системы. Для того, чтобы избежать перегрева тепловых и солнечных ударов, в первую очередь наладьте питьевой режим. Всегда носите с собой бутылочку с водой, чтобы защитить организм от обезвоживания. Избегайте сладких, газированных и алкогольных напитков. В дни сильной жары старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 15 часов. Воздержитесь в это время и от интенсивных физических нагрузок. Также во время прогулок под открытым солнцем обязательно надевайте головной убор – солнцезащитные очки. Чтобы не простудиться, избегайте сквозняков и не пейте очень холодную воду. Соблюдайте режим приема лекарств, если у вас есть хронические заболевания. Также составьте свое меню на основе легкой пищи. Ешьте больше овощей, фруктов, рыбы, курицы и холодных супов. В жару ограничьте потребление жирной, острой и копченой пищи. Помните о правилах гигиены. Тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, а мясо и рыбу обязательно проваривайте. В жаркие дни носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, не забывайте использовать солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от негативного влияния ультрафиолета. Как вообще понять, нужен ли солнцезащитный крем или нет? Вы заходите в любое приложение погоды, и там смотрите, есть значок ультрафиолетовый индекс. Так вот, если ультрафиолетовый индекс 2 и выше, соответственно, нужно использовать солнцезащитный крем. Нужно наносить, во-первых, в необходимом количестве, это где-то 5 мл, то есть 1 чайная ложка на лицо и шею. При длительном нахождении на солнце и после купания солнцезащитный крем необходимо обновлять. Специалисты рекомендуют использовать средства с фактором защиты от 30 до 50. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.